Герой Советского Союза, участник взятия Берлина, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин отметил свой день рождения. 24 февраля ему исполнилось 93 года. Именинника поздравили не только супруга, дети, внуки и правнуки, но и представители власти, а также общественные деятели. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Взаимно вам здоровья желаю, а с вашей семьей, семье долгих лет жизни, 18-й год, чтобы был удачным, лучше, чем в 17-м. Спасибо за поздравления. В 93-й день рождения в доме Чудайкиных не смолкает телефон, гости приходят один за одним. Для каждого у Владимира Ивановича есть теплые слова, а для него самое важное – это семья. Поздравляю тебя, прадедушка, с днем рождения. Ты для меня во всем пример, чтобы идти всегда вперед, как ты. Подрастающему поколению, своему правнуку и детям друзей и знакомых, герой Советского Союза, танкист Владимир Чудайкин рассказывает жизнь. Как в 45-м, еще совсем юный, в рядах Красной Армии участвовал в боях за Берлин. Как буквально у стены Рейхстага был ранен и о победе узнал уже в госпитале. Как десятилетия работал на предприятиях Куйбышева. Занимался общественной работой. Как не раз встречался с первыми лицами города, области и государства. Я когда был в Москве на параде, Дмитрий Игоревич нашел меня в Москве. Поздравил Днем Победы. И мы с ним фотографировались у спавских ворот Кремля. Среди почетных гостей – руководитель области Дмитрий Азаров. Неравнодушному и активному земляку глава региона рассказал о перспективах развития промышленности и всей Самарской области. Буквально сегодня совещание проводил по акционерному обществу «Кузнецов» моторостроительно. Вот сейчас только с директором встречался. И тоже планы ведь грандиозные. И по новым двигателям, и по новым изделиям. Очень серьезные планы. И все это базируется здесь. Поэтому у нас все шансы для того, чтобы укрепить свое положение, еще подняться. Я рад с вами еще раз встретиться. Мы очень благодарны. Моя семья благодарна вам. Желаем успехов. Дай Бог удачи. В 93 года Владимир Чудайкин не перестает думать о родине и делится своими желаниями на день рождения. Я желаю, чтобы самарское население, люди наши, не только самарские, а вообще Российской Федерации, чтобы каждым годом улучшалась жизнь наших молодых людей. И, конечно, пенсионеров. Анастасия Зубарева, Алексей Вельмискин. Новости губернии.